Врождённый порог неприговоров врачи отделения детской кардиологии успешно провели 120 операций. Лёд для всех. Алданцы выбирают каток, работающий при детско-юноческой школе. В эфире информационная программа «Якутия-24». Мы расскажем о главных событиях к этому часу. В студии работает Андрей Погорелов. Добрый день. В России продолжается досрочное голосование. В Кобяйский район к леневодам вылетел вертолёт с членами избирательной комиссии. На месте работает наш корреспондент Юлия Михайлова. Первыми в Кобяйском районе проголосуют оленеводы кочевой родовой общины «Нергет». Члены участковой избирательной комиссии подготовят всё необходимое, чтобы голосование состоялось. 18 марта оленеводы будут находиться здесь, в сотнях километрах от избирательного участка в селе Себян. Поэтому голосование проходит досрочно. Вы ожидаете, каким должен быть президент? Хороший, добрый. Деньги надо платить, а то нам не хватает денег. И всё, что надо сказать. Сколько у вас членов кочевой родовой общины? Трое нас. Трое оленеводы. И всё. Один чум. И вы пасёте сколько оленей? Шестьсот голов. А где они находятся оленей? Вверху. А, то есть это сколько километров примерно отсюда? Да, два километра. Два километра. Вы каждый день туда ходите, проверяете? Ну, каждый день. Волки? Волки вообще нету. Трое, один на себя. Вот, пустая. Волков много. Каждый день ночеваем там, под ноги. По списку у нас 494 избирателя. Сегодня первый день голосования. И мы сделали облёт по трем точкам. Это община и джеркей. Шестое стадо и второе стадо. Проголосовало больше 10 человек. Также на нашей территории, на нашем наследии работает акционерная компания. Прогноз. Дочернее предприятие канадской компании «Силберберс» «Серебряный медведь», которая добивает серебро. Там, по нашим данным, очень много избирателей. Где-то 125 человек, включая наших местных парней, которые там работают. Они проголосовали уже? Нет ещё. Сегодня первый день голосования. Завтра выезжают наши члены комиссии на снегоходах и на машину откладывают. Два машинка. Садо номер 8 и садо номер 3. После голосования бюллетени будут опущены в урну, которая будет запечатана специальной печатью. Ну а вскроют урну после 20 часов 18 марта в территориальной избирательной комиссии в посёлке Сангар Кобяйского района. Давление на бизнес со стороны правоохранительных органов недопустимо. Об этом президент России Владимир Путин заявил на коллегии МВД. Там подвели итоги прошлого года. Президент призвал сотрудников ведомства тщательно расследовать факты давления на предпринимателей и их необоснованное преследование. В том числе со стороны правоохранительных органов. Владимир Путин отметил особый характер правонарушений подобного рода. Цитата. Они подрывают веру людей в закон, справедливость и свободу экономической деятельности. А тем временем в стране стартовал второй этап амнистии капиталов. Он продлится до 28 февраля 2019 года. За этот период россияне смогут задекларировать зарубежное имущество, в том числе иностранные компании и зарубежные счета. При этом переводить активы в России и платить с них налоги не требуется, сообщает ТАСС. Минимальный размер оплаты труда вырастет. Показатель поднимется с 9 тысяч рублей до 11 тысяч 136 рублей. Совет Федерации одобрил предложенный президентом закон. Его рассмотрение прошло в сжатые сроки. С даты внесения в Госдуму до момента одобрения Советом Федерации прошло чуть более месяца. С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда вырастет до размера прожиточного минимума трудоспособного населения. Новые нормы затронут порядка 3 миллионов человек. Из них более половины заняты в государственных и муниципальных учреждениях. К другим темам. Водителю, сбившему подростков, вынесли приговор. Установлено, что 14 октября прошлого года обвиняемый в будущей состоянии алкогольного опьянения сел за роль своего авто. И на 15-м километре автодороги Барагон у Сталданского района сбил сразу нескольких школьников. Пятеро из них получили увечья различной степени тяжести. Один скончался от полученных травм в участковой больнице села Сотинцы. Подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью, раскаялся содеянным. С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии и поселении с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. В Нюрбинском районе открыта ледовая переправа муниципального значения Нюрба и Гальжа. Об этом сообщает госинспекция по маломерным судам. Зимник через реку Марха выдерживает до 4 тонн. На сегодняшний день всего на территории республики с нарастающим итогом эксплуатируется 50 ледовых переправ. Якутия получит более 1 миллиарда рублей на создание дополнительных мест в яслях. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение на 2018-2019 годы. Регионам распределены 49 миллиардов рублей на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Якутия вошла в число получателей крупнейших трансфертов. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правительства России, она получит более 1 миллиарда рублей. Размер трансферта рассчитывается с учетом численности детей в регионе в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и необеспеченных местом в яслях. А в Верхневилюйском районе знаменательный день открытия нового учебного здания «Намская общеобразовательная школа». Первая свая нового здания школы была забита 16 апреля 2016 года. А вот уже менее чем за 2 года в центре села построена новая школа и присвоено ей имя народного поэта Петра Николаевича Табуркова. Врачи отделения детской кардиохирургии педиатрического центра и республиканской больницы номер 1 успешно провели 120 операций детям с рожденным пороком сердца и сосудистой патологии. Отметим, отделение было открыто еще в 2016 году. Сейчас здесь проходит лечение детей с рождения до 17 лет. По словам врачей, в отделение поступают дети с самыми разными диагнозами, начиная от врожденной ишемии до открытых артериальных протоков. После сложнейших операций детей переводят в палату интенсивной терапии. Блок кардиореанимации. Отделение оснащен современными аппаратами. С прошлого года мы начали делать операции детям, новорожденным детям. Самый маленький ребенок был 3 дня, недоношенный, полтора килограмма. Наши планы расширить отделение реанимации, обеспечить дополнительными койками. Также выполнить операции на сердце. Сложные пороки, которые мы выполняем. Мы даже выполняем операции детям нетранспортабельно. То есть их никуда невозможно иногда вывезти с республики. Мы такие операции тоже производим. А в Мирницкой центральной районной больнице также стали делать сложные операции. Для лечения некоторых сложных урологических заболеваний Мирницам не обязательно выезжать на материк. В центральной больнице теперь используют современное оборудование. Оно позволяет помогать пациентам быстро и безболезненно. Это стало возможным благодаря финансовой помощи компаний Алроса, районных властей Минздрава Республики и компаний недропользователей. Ивана Филипова оценила новинки медтехники. В Мирном теперь могут проводить более сложные операции урологическим больным. Это стало возможным благодаря приезду высококвалифицированных специалистов. Игорь Хандиров в Алмазную столицу приехал по приглашению полтора года назад. За это время вместе с коллегами провел более 30 сложных операций на почках и мочевом пузыре, которые ранее не практиковались в районной больнице. Было внедрено лечение мочекаменной болезни оперативным путем, внебрешенным доступом. Выполнялись операции на почки, опухоли почками удаляли. Выполнялись операции на мочевом пузыре в плане удаления опухоли мочевого пузыря и на предстательной железе. В планах у руководства центральной больницы – открытием урологического отделения. Такие больные проходят лечение в хирургии. Для них отведено всего 6 коек. И этого недостаточно. Чтобы расширить отделение, в больнице закупят новое оборудование. Врачи ожидают, что расширится и спектр проводимых операций. Благодаря современной технике врачи смогут проводить малоинвазивные вмешательства. Вместо полостных разрезов лечить смогут через микропроколы. В 2017 году власти района приобрели медкомплекс «Ангиодин Прокта». Аппарат предназначен для лечения геморроя. Покупка обошлась в 1 миллион рублей. Новинка не простаивает. За 4 месяца с помощью него уже провели 6 операций по современной методике. Человек быстро восстановится. И тем самым ему не требуются перевязки. Болей нет при акте, дефекации после операции. Сразу можно после операции кушать, восстанавливаться. Теперь главная задача – использовать современные технологии максимально эффективно. Ивана Филиппова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». И в продолжение темы о здоровом образе жизни. Где провести свободное время весело и с пользой. Большинство алданцев выбирает каток, работающий при детско-юношеской спортивной школе. Когда нет тренировок у ребят, посещающих секции, каток открыт для всех. И взрослые, и дети с одинаковым задором коньками звучно режут лед. Вместе с конькобежцами прокатились и наши алданские коллеги. Хомутовы – семья спортивная. Папа Артем – хоккеист, сын – второклассник Назар – лыжник. На катке старшие и младшие Хомутовы бывают часто. Сегодня в лыжной секции тренировка на льду. Артем пришел с сыном за компанию. Отец лелеет надежду, что Назар продолжит семейную хоккейную традицию. Тем более, что сыну кататься на коньках нравится. Мы недавно здесь. Я понял, что положительно. Ему нравится. Вообще, он на лыжную секцию ходит. Но вот надеюсь, что это перерастет в любовь к хоккею в итоге. В зимнее время каток детско-юношеской спортивной школы остается любимым местом отдыха алданцев. С одинаковым задором коньками звучно режут лед и стар и млад. Студенты и взрослые – частые гости на катке. Однако завсегдатаями ледовых забав остаются дети. Одиночные пируэты, парные танцы, массовые гонки и хоккейные матчи. На гладком зеркале всем весело и совсем не страшно. Настроение на катке всегда замечательное, всегда веселое. Даже если на улице минус 25 градусов, дети с удовольствием приходят, катаются, очень любят это дело. И даже когда говоришь, что сегодня на катке не будет, например, тренировки, они всегда очень расстраиваются и кричат, да, все равно, что холодно, давайте на каток. Отсутствие коньков – не проблема. Рядом работает пункт проката, где выдаются как фигурные, так и хоккейные коньки. Нужно только подобрать размер. Особенно ярко ледовый мир искрится весельем и радостью по вечерам и на выходных. Когда нет занятий в школе и не нужно идти на работу, гулянием конца краю не видать. Татьяна Вахнина, Сергей Сыпачев, Аудан. На этом у меня все. Оставайтесь на Якутия 24. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!